У меня одна просьба для телевидения, и очень серьезная. Это не запись для канала культуры, это встреча с молодыми режиссерами. Канал культуры присутствует постольку поскольку, если вы еще раз прервете встречу, то мы попросим вас отключиться. Спасибо. Я готов поговорить, если вы готовы. Я сразу говорю, что я лекции негативных читать не собираюсь, да и не очень умею. Это не моя профессия, поэтому я просто готов ответить на все ваши вопросы, кроме самых культивных, что называется, если они и есть. Потому что когда начинаешь говорить что-то без вопросов, то рискуешь говорить о том, что никого не интересует. А так все-таки кого-то одного не интересует, и начинаешь отвечать. Но я сразу предупреждаю, что отвечая на любые вопросы, я все равно буду стараться говорить то, что мне хочется. Это вот такая естественная хитрис. Я готов? Да. Лев Абрамович. Лев Абрамович, меня зовут Константин, я учусь в ГИТИСе в мастерской Леонида Ефимовича Хейфиса. Вот у меня два вопроса к вам. Первый вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как вы начинаете репетировать первую сцену пьесы? Сейчас я просто запишу, да. И второй вопрос. Вы работали с Олегом Борисовым, вы делали спектакль «Кроткое». Скажите, вот с какими сложностями, трудностями вы столкнулись в работе с артистом такой величины? И как вам удалось их преодолеть? Спасибо. Давайте еще несколько, да, чтобы иметь перспективу. Можно микрофорку? Да. Лев Абрамович, здравствуйте. Студент первого курса ГИТИСа в мастерской Леонида Сокарбаускиса. Хотел спросить, какой вопрос. В вашей жизни был провал? И был ли он для вас болезнен? Пошли в провал. И все болеют, все болеют. Да, я понял. Еще один вопрос. Все опять оттуда уже ГИТИСа. Чего вы, когда приступаете к репетиции, боитесь? Какие у вас страхи и на какие этапы вы разделяете для себя репетиционные задачи? То есть, как вы строите свои репетиции? Сейчас, да. Да, интересно. Продолжаем работу из ГИТИСа. Я здесь. Хотела спросить, как вы работаете именно с текстом? С текстом ГИТИС, который вы сказали. Ну, давайте я попробую, да, начать. Ну, вот первый вопрос, он как-то связан с некоторыми другими. Как мы начинаем... Интересный вопрос, формулирован. Интересно, потому что, как мы начинаем репетировать первую сцену пьесы? Мы ее не начинаем репетировать. Мы вообще не начинаем с первой сцены и вообще не начинаем репетировать с какой-либо сценой. И вообще, в принципе, особенно в последнее время, чем дальше мы подвигаемся вперед, тем меньше мы репетируем по отдельности какую-либо сцену. В принципе, начиная с первой репетиции, на репетицию приглашаются все, кто должен, кто собирается, или кто будет участвовать в будущем спектакле. И всегда есть предположение, что именно будет, может быть, будет участвовать, потому что вызывается всегда большая компания, чем тем непосредственно надо для спектакля. И до последней репетиции, то есть до встречи со зрителем, на репетиции присутствуют все. Потому что для нас принципиально все являются действительно соавторами спектакля. Все знают про все, все знают про все мотивы, потому что нет отдельно мотивов этого героя и отдельно мотивов этого героя. Даже если герои, я не люблю все эти слова, герои, персонажи, если люди истории, предположим, непосредственно в самой истории не пересекаются, то все равно они связаны едиными какими-то едиными ситуациями, едиными или борющимися мотивами. И вообще, как бы сказать, ведь в жизни мы вообще-то всем обо всем знаем. Это только кажется, что вот что-то там происходит за спиной, что мы не знаем. Нет, мы знаем. Или знаем искаженно, или еще как-то. Но не бывает так, что я вхожу в комнату, ничего не предполагая о том, что там может происходить. Я всегда предполагаю. Правильно, неправильно. Но исходя из тех круг, из того круга обстоятельств, которые все равно мы знаем. Какие бы неожиданные вопросы сегодня не возникали спереди, за спиной, все равно я знаю, что оттуда могут быть вопросы. Там знаю, что я отвечаю, вам отвечаю. И каждый пришел к заготовленным вроде бы вопросам, они будут возникать по ходу дела еще и еще. Но, тем не менее, все в кругу общих обстоятельств. Те, кто там вот сейчас пытались нас останавливать, они тоже знают, что происходит. Но по привычке считая себя, как телевизионщики, самыми главными, они, значит, врезаются в ситуацию, ее пытаются повернуть в свою сторону. А мы знаем ситуацию и поворачиваем в свою сторону. И делаем вид, что их нет. Хотя мы знаем, что они есть. И где придется делать вид, что их нет, хотя они знают очень хорошо, что они есть, на самом деле нас для них нет. Так что, надеюсь, все взаимосвязано. И если мы начнем репетировать отдельно, теперь с каналом «Культура», а потом вызовем всех участников в сегодняшнем разговоре, потом порепетируем с вами, потом вызовем канал «Культура», то никакого живого контакта, кроме заранее организованной меропедчины, которую мы чаще всего и видим по тому же телевидению, ну и иногда, и совсем редко, в исключительных случаях, спектакля. Но ничего не возникает. Поэтому вот такое понятие, как первая сцена, как вторая сцена, как третья сцена мы стараемся избегать. Вообще я чем дальше, тем больше не переношу любых профессионально-производственных терминов. Я уж не говорю, не потому что я против них, но я понимаю, что как только мы переходим к профессионально-производству и даже терминам «системы» Славского, которую я более чем уважаю, который вижу огромный смысл, наверное, пытаюсь в чем-то следовать, все равно, как только мы говорим о сверхзадачах, сквозное действие, просто действие, мы все равно умерщвляем ситуацию. Сразу и сводим ее до чего-то очень примитивно, рационально определяемого. Понимаете, вот что мы сейчас делаем? Внешне, слушаем, да, говорим, рассказываем, делюсь, повествую, погружаемся, что-то узнаем. Это все и так, и это и как-то еще по-другому, потому что кто-то пришел узнать, кто-то пришел поспорить, может быть, не внешне, не открыто, но внутренне. Кто-то пришел проверить, какую, как бы сказать, консервативную, буру-не-буру, но утверждение будет делать этот человек. И так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, вот все, чем больше древес, чем больше работают, тем убеждаем, что все гораздо многослойнее и гораздо сложнее определяемое. Поэтому вот любое рациональное определение, оно сразу очень сужает задачи. Мне кажется, что всегда театр, сегодняшний театр, в общем, особенно страдает от сужения задач. Я когда-то, по-моему, в юности режиссерской ставил спектакль в одном театре, где первый вопрос актрис о своих ролях был, тут вот телевидение отличится точно, а она блять или не блять? Про свою героиню. Все, и как бы сказать, знаете, две, прошу прощения, я не употребляю абсцерную лексику, но это я цитирую. Просто, вот как бы сказать, все роли делятся, и все, я понимаю, что играет. Я тоже не знаю. Вопросов нет. Что все немножко сложнее, это уже опытным артистам воспринимается трудом. Поэтому, поскольку мне хочется, и нам хочется, я, например, нам, потому что я уже не сам по себе, действительно, наш театр, наша компания, и если я что-то буду делать не так, то меня компания поправит. Если я вызову там двух человек для какого-то репетиции, какого-то эпизода, то все немножко удивятся, что происходит. И обязательно спросят, а они не нужны, а почему они не нужны, и так далее. Ну и там приходится. Мне нужно два часа, чтобы их любить друг друга. Их нельзя любить, и для всех остальных, которые понимаются с трудом. Вот, и точно так же мы пытаемся не делить там, я не знаю, знаете, как только это обозначаешь, сразу это какой-то отдельный, вот если я ставлю великого инквизитора, как спектакль, и другой работа. Но если это часть истории о братьях Тарамазову, то нет истории великого инквизитора, а есть какая-то история, которую на наших глазах сочиняет, или совсем недавно, сочинилась, тоже слово такое, которое рождается, почему-то родилась у Ивана, потому что, потому-то, потому-то, потому что что такое, что объяснить, или оправдать, или доказать, отдельного такого повествовательного пуска, нет, как только мы скажем, что есть такой отдельный повествовательный кусок, это уже все, мы выходим, мы выходим из истории в отдельную сцену. Ужасно хочется, чтобы не было, ведь жизни мы не можем поделить одну сцену, а другую. Никто из нас не может сказать, все, эта сцена кончилась, я перехожу теперь к серии с Нюрой, но не так, он столько, что разговор с Ваней, он как-то связывается с Нюрой, а Нюра, значит, ты разговаривал с Ваней, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, один из самых распространенных способов, видов репетиции, которые мы всегда называем пробой, вообще-то я не люблю слово репетиция, это от французского репетиция, то есть повторять, да, и это исходит из того, что мы должны постепенно заучить, 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 я предпочитаю слово проба от немецкого, потому что, ну, мы пробуем, мы проверяем, каждый раз мы выясняем какую-то дополнительную обстоятельность, дополнительную подробности ситуацию, и опять пробуем, учитывая уже, что-то, чем, как вам сказать, что-то вроде бы не получилось, значит, уточняется, опять, ситуация, чтобы что-то вроде бы получилось, что-то получилось из того, что мы, о чем мы сговорились, и сразу обнаруживается очень интересно, вроде бы, что-то получилось из того, чем мы сговорились, значит, мы должны все, вот, хорошо, а на самом деле, как только хоть что-то получилось из того, о чем мы сговорились, сразу обнаруживается сколько еще возможностей в связи с тем, что получилось то, о чем мы договорились, потому что, ну, жизнь вообще-то, если говорить всерьез, она бездомна, Если сейчас разбираться в биографии ситуации любого человека здесь, то никаких часов не хватит, чтобы ее изложить, а особенно если начнешь ее анализировать. Поэтому обязательно обнаруживается еще что-то. А большая литература, с которой мы в основном стараемся иметь дело, она тем и большая, потому и большая, что она бездонна так же, как жизнь. Иногда даже ощущение еще бездонии. Поэтому мы играли сейчас три сестры. Примеры, которые состоялось семь или восемь лет назад. Там уже много участников. Недавно репетировали и дома. Мы всегда проводим большую цель на генеральную репетицию. По ходу дела мы попробовали все насквозь. Такой у нас опять термин. Я не люблю слово прогон. Прогнали и пошли. Ну и прогнали. Сквозная проба, потому что попробуем пробовать насквозь всю историю от такого условного. Опять очень условного начала, потому что вся эта история начинается задолго до того, как случается первая сцена. Это, кстати, тоже свойство жизни. А вот теперь у нас, вспомните, какая первая сцена у вас в жизни. Ну, вот Толстой утверждал, что он помнит, как его крестили. Но, может, это первая сцена половой жизни. Но вообще не первая, потому что он рождался и так далее, и как-то это тоже сказывалось. Поэтому, вообще, вот все, что мы не можем сказать о себе в жизни, то неправильно говорить о себе на сцене в репетиционных обстоятельствах. Это как главный герой, не главный герой. Да, мы знаем, что нет маленьких ролей, маленьких артистов. Но это все опять красивая форма. А есть просто кто-нибудь про себя может сказать в жизни, что он не главный персонаж происходящей истории. Даже тот, кто сидит сегодня там в полукруге или сзади еще раз. И вроде вот понятно, что главный персонаж истории я, да, центр. Но, на самом деле, каждые пять часов он пришел для того, чтобы задать свой вопрос, ответит на какие-то свои проблемы и для него главный уровень. А я все-таки средство. Понимаете? Поэтому я не знаю ни одного человека, и про себя я ни в какой ситуации не могу сказать, но я здесь третьестепенный, а вот главный там товарищ Тюхер. Даже если общаюсь с супер первым лицом, понимаете, все равно общаюсь для чего-то для себя. Первое лицо считает, что оно первое, а я-то знаю, что я его использую. Или он меня использует, да, я как-то и дам использовать, или не дам. В общем, опять-то, нет. Тогда возникает не просто вопрос, маленькая роль, ее надо хорошо играть. А просто это большой участник большой жизни. Вот и одна из распространенных способов пробы – это сквозная проба. Ну, там скажут, ну, я хочу проверить какой-то эпизод, да, он там не складывается. Но я знаю, что если начать с него, то он обязательно будет продолжать не складываться. Потому что он весь исходит из того, что до этого. И поэтому мне надо освободить артистов от сознания, понимаете, что вот этот эпизод не получается. Потому что он же понимает, что не получается. Значит, надо над этим работать. Это очень зажимает, напрягает. Надо улучшить исполнение этого эпизода. Ну, вот поставим перед собой такую задачу. И сразу вы сами понимаете, что вы всех напрягли и сами напряжитесь. Начнем откуда-то выше, сначала. Опять-таки сначала – неплохое слово стараемся не употреблять. И, как бы сказать, может быть, уточняя предыдущее, иногда вдруг втечешь в то, что тебя беспокоит, и неожиданно возникнет какой-то новый результат, но по-новому прожитый кусок жизни. Не потому что ты здесь все исправил, а потому что оказывается, что до этого жизнь текла не так. И тогда сразу выясняется, что после этого жизнь течет не так. Вот это желание, как можно дальше уйти, с одной стороны, таких как литературовеческих принципов, объяснения, части, деления и так далее, и так далее. Как можно больше ощутить ситуацию, как абсолютно ситуацию реальной жизни, в которой я не действующее лицо, а в которой я просто участник этой жизни. это непросто, это, как сказать, натренировывается, это не просто для артистов, пока они не тренированы в этом. Поэтому, скажем, я предпочитаю, в последние годы практически работаю только со своими учениками, потому что они с первых шагов в театр, так сказать, с момента своего рождения, они привыкают, что это так. Для них это не перестает быть проблемой. Когда возникает контакт с какими-то артистами, воспитанными несколько по-другому, это бывает сложнее. Но вообще, мне кажется, что обычно умному артисту это нравится, это близко. Спасибо. Понимаете, вот к вопросу об Олеге Ивановиче Борисове, когда я долго был с ним работать, начинал в большом драматическом театре, мы не были знакомы, я знал только, что это хороший артист, масштабы хорошестей я не очень поднимал, честно говоря, потому что то, что я видел в театре, было очень хорошо, профессионально, талантливо, но вот не супер-супер-супер-супер, да? Не ужас-ужас-ужас-ужас. Но, видно, был очень хороший артист. Я в одном спектакле для мискосовной ученицы могла действительно полистать. Но меня подтверждали, что это ужасный характер. Невозможно ознавидеть его режиссёром, невозможно декортировать и так далее, и так далее, и так далее. Он был народный артист, я был, в общем, юный режиссёр, поэтому встречу сдался с большим ужасом. Вот и был ужас, 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 действительно. Но я передал ему сначала... Слово «дисценировка» не люблю. Вся слов я не знаю. Ну вот эту историю покротки, композицию, которую я попытался сделать, и поэтому был готов. И на первую встречу я сейчас вспомнил такой столик в расписании. Он сказал, что я прочитал, мне очень интересно, но я абсолютно не знаю, как это делать. Если позволите, я буду считать себя учеником, а вы меня учите, как это делать. Ну, и я сначала решил, что это такая изысканная вежливость изысканного человека, а потом оказалось, что нет, он действительно ввёл себя, это смешно сказать, но с другой стороны, действительно, как самый внимательный ученик, который что-то выстегает, и работает непривычно для себя, по-новому для себя. Никаких, вот как мне странно сказать, никаких проблем ни дисциплинарных, ни организационных, ни человеческих, по сути, не возникало. Один раз, насколько я помню, когда мы уже делали третью редакцию в Московском художественном театре, и там опять что-то, поскольку дальше, то обязательно что-то меняется. Я про третью стрелину говорил, была генеральная репетиция, и мы столько обнаружили новую, потом по полтора часа после спектакля, после репетиции в сквозной пробу разговаривали, потому что столько возможностей, столько новых связей обнаруживается, столько новых смыслов, их ни за год репетиции, ни за два года репетиции, они бесконечны. И если спектакль живой, то это погружение, оно бесконечное, поэтому спектакль может долго жить. Так вот один раз, когда я что-то опять попытался поворачивать, то ли по-новому, то ли дальше, вдруг у него что-то взбунтовалось, потому что он уже не понимал, чего к нему опять пристали. Я почувствовал, первый раз сопротивление, я прервал дефекцию, это было на улице Маскена, в филиале Махата, теперь театр нации, вот мы вышли, я помню, во дворе, часа два ходили и разговаривали. Я слушаю, 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 можно я попробую? И опять мы стали работать. Вообще, мне кажется, что, как опыт показывают, мне повезло действительно встретиться еще в молодом сравнительном возрасте с замечательными артистами, такими как Борисов, и с Макуновскими, двумя великими русскими артистами. И, как это ни парадоксально, какие ужасы про них не рассказывали бы, работать с ними было идеально. Интересно. Может, это прозвучит не скромно, но я думаю, что все по слову и о дворноте характера большого талантливого артиста возникают, прежде всего, из-за его требовательности. Из-за его требовательности к себе, а значит, из-за его требовательности к тем, с кем он работает, включая режиссера. Но я не понимаю, почему режиссер, какой упрямый сукин сын делает вид, что не понимает. и почему я ему должен объяснять. И так далее, и так далее. А вообще ему не нравится то, что я объясняю. У него дурной характер. Может, у него не дурной характер, может, у него очень хороший характер, потому что он хочет постигнуть, хочет понять и хочет прожить, как говорил Натеркин Михайлович. Сейчас, Ле Ф. Абрамович, я хочу, я хочу, чтобы было как. Я верю. Есть у Стамиславского такое понятие, если кто-то еще читает Стамиславского. Я выяснил уже большой вопрос на самом деле. У нас сейчас есть такое стажерство. Посмотрим в последнее время этот курс, но рассматриваем огромное количество в окончится институты театральные и отбираем хоть небольшое количество в качестве стажеров. То есть два года, кроме того, что они ходят в театр, что-то играют, иногда маленькие, иногда большой, у них идет цикл обучения из 9 утра до 12 ночи, они продолжают заниматься всякого рода теоретическими заданиями, всякого рода циничной речью, движением, танцем, вокалом, оркестром и так далее. То есть добирают все то, что, мне кажется, катастрофически не дают в театральных институтах. И вот первое задание на лето, которое попросили сделать студентов, стажеров, я все время студентов называю, это прочитать моих здесь в искусстве. И вот тогда прочитайте еще раз. Или просто прочитайте впервые. Я поэтому, да, понял, что... И потом многие не верились, было понятно, что... Ну, или не читали, или так продолжались. Вообще сегодня, конечно, артисты, и режиссеры в том числе, катастрофически мало читают. Как мне кажется, таким образом, огромный класс театральной культуры остается где-то там, в Туне. Мы все время, ну, условно говоря, мы и режиссеры, все время открываем заново велосипеды, которые хотя бы давно открыли, все время открываем колесо. А колесо вообще так все трудно, отморожено. Закрыли довольно давно, и колесо можно проделывать и то, и другое, использовать его совсем неожиданно. А мы все его изобретаем. Изобретаем, потому что прошлое, не только в России, сейчас и в Европе, все, что было вчера, все забыли. Там, скажи, молодому режиссеру Стрейлер, он тебя посмотрит с ледоумением, даже итальянский. Ну, или он знает, что будет такой, какой, Стрейлер. Отчетное имя. Все, больше ничего про него знает, он ему не интересен. Как говорит Аркадина Шамраеву, который называют всех этих артистов, которые он любил. Но все про каких-то допотопных. Так вот, я часто рассказываю, что думал, что про каких-то допотопных. Ставиславского, Нерфольда, еще кого-то. Тут у нас такие отношения дружеские с Ельским. Университетом, где театральное отделение очень сильное. И вот приезжали оттуда, подъезжала группа там с Аспирант, руководитель этого отделения. И что-то они расспрашивали меня. Ну, вот, Мария Иосифа Макнебель говорила. Ну, мы, конечно, не знаем, что Мария Иосифа Макнебель это вот режиссер, вообще не... Все мы знаем, Людмилев, мы все знаем. И они начинают излагать все, что они знают о Марии Иосифе Макнебель. Я думаю, боже мой. Но вот я встречу сейчас с выпускником режиссерского факультета Львова и театрального института России. И что мне расскажут о Марии Иосифе Макнебель. Давайте проведем опрос. Вот. Тут включите леви. И, понимаете, ну, вот, не знаю. А это огромный класс класс культуры, в котором которая возникала, которая рождалась, в котором все это уже интересно все изобреталось, все открывалось. Все, что сегодня кажется естественным, на самом деле было открыто. Вот мы говорим там Татарского, Славского. Ну, ну, и что? Ну, а вот я, когда начал работать в Офере, то я был встретиться буквально с театром до Станиславского. Я так понял, ну, что все, 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 все открыто. Когда я собрал всех на первую интерпетицию, всех виски, чтобы сначала поговорить, а потом просто сидя все пропеть по дрове, то было такое потрясение. потому, что, как сказала мне одна замечательная певица, после того, как я певица, я никогда очень встал, потому, что скучно, и это интересно, потому, что я обычно очень многих чевцов вижу только на поклоне на премьере, потому, что вот по репетирую, первый, второй, я с ними не сталкиваюсь, а вот увидеть всех остальных и услышать всех остальных задолго до премьера, да и на премьере не слушать, уходим, уходим, чаем и отдыхаем. Это вот изобретение Станиславского. я делаю замечание одной из актрис замечательной своей первой работе, и вижу, что вторая партнер делаю замечание вверх, отходим в сторону вверх. Я сержусь, подхожу вверх, отходим в сторону вверх. Я сержусь, но сдерживаю себя, потому, что все звезды. Нога с него держим, что вы друг о друге бегаете? Я же говорю вам, значит, касается и вас. Ведь сестры, у вас общие стены, у вас одна проблема, я говорю вам лепость. Мы никогда не знали, что можно слушать, потому что говорили с другого. Я с удовольствием буду слушать, как-то и делаешь замечательно. С тех пор вполне слушаю. Опять открытие. Вот любой шаг в театре открытие. с одной стороны, его можно повторить и открыть заново. Это жалко тратит силы, а можно же открыть что-то дальше. А с другой стороны, можно не открыть вообще ничего, а уже открыть. Знаете, вот сегодня отлично истинно там что-то говорит персонал, другому персоналу где-то можно чтобы возникла дополнительная экспрессия, которую артист не может обеспечить. И включается музыка, раньше классическая, теперь другая, более современная, и возникает музыкальная пауза, чувство выросло. Идет дальше. И вдруг я читаю, примитив своего учителя Голбуса, был такой спектакль , который назывался спектаклем с музыкой. И вдруг я читаю, он говорит, вы открыли новую вещь, по-другому все у нас было. Вот вы Марии Габановой пьеса очень плохая, советская, митяшка. Так и был знаменитый. советские фамилии были очень. Митяшки. Знаешь, как я тебе отношусь с митяшками? Я тебя замолкаю и тут и тут и они сыграют Шопена, 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 Шопена. и все понимают. А после этого Шопена люди понимают. Вот. Я думаю, боже мой, сегодня же это используется каждую секунду, а это, оказывается, человек однажды открыл, изобрел. и вот так в театре на самом деле все изобретено. И это надо, и это надо, надо, надо знать. Тогда можно изобретать дальше. я недавно занимался драктом, и недавно занимался. И я читаю, он был в одной книге, довольно давно, написанный, Песката открыл, использовал самые новейшие, открытые только им возможности и способы режиссуры, движущиеся декорации, тексты на на заднике, проекцию, фотографии, кинопроекцию, ведущих, которые комментировали действия. Я думаю, я про какое я читаю, а это 28-й, кажется, вот, я про какое я читаю, вот, 28-й, или 2018-й. Но опять, это надо, надо знать, чтобы можно было идти куда-то дальше. скажем, набирая на курс, и продолжая работать с артистами, одно из моих сильных, важных забот, чтобы читали. Читали, знали. ну, вообще, вот, интеллигентность, мне кажется, вот здесь, артисты, режиссёры, всегда была большая проблема, но сегодня, мне кажется, особенно, честно говоря, я никого не хочу обидеть, но вот сталкиваюсь с молодыми, артистами, с режиссёрами, я обнаруживаю, как многое, не знаю, не понимаю. Вот здесь вопрос, как вы работаете с текстом. Ага. Попытаемся его понять. Мне кажется, это одна из проблем сегодняшнего театра и сегодняшней жизни, именно, мы отключаемся понимать то, что написано. Потому что мы и в жизни отключаемся от длинных мыслей. А большая литература это в основном длинные мысль начинается с тезиса потом анти тезис потом идет поворот вообще другой другую проблему потом поворот другую проблему потом все возвращается к началу и звучит все совсем не так как он сказал сказал начать попробуй эту мысль проследить и понять как одно вытекает из другого и что это вообще значит вот когда мы занимались кроткой это была одна из самых сложных и самых интересных задач тем более у артиста ведь если вы начнете ведь артист читает как мы начинаем репетировать первую сцену пьесы олег борисов какими сложностями столкнулись провал были вот так же заучивают вы сейчас уловили смысл того что нет понять что это или действительно отдельные вопросы или на самом деле как я попытался услышать все-таки связанный круг мысли для этого надо надо от начала дойти до конца попробовать понять что это значит и только тогда учить текст или учить учиться говорить это вот я просто знаю когда берут я знаю как они будут читать быть или не быть вот в чем вопрос потому что каждая строчка отдельные мысли на самом деле там огромный период и в которой нету по сути ни одной я прошу прощения и вопрос собственно совсем другой не быть или не быть как все а совсем по-другому сформулировать я птицы очень хорошая я был на той репетиции гаммлита у Юрия Петровича любимого когда бытельник играл репетировал Исоцкий и он несколько раз Володя не надо точки паузы после бытельника Володя не надо паузы после бытельника так резко раз он его восстанавливал и все равно даже этого очень хорошего артиста преодолеть его не смог все равно потому что тот когда читаю уже выучил а часто еще не выучил, часто еще до того как родился ты уже знаешь как это это репетировал потом занимались, пробовали, репетировали короля Вира мы очень долго не занимались за репетировали мне кажется мучительно очень похожего провала мучительно очень работали все время ощущение провала потому что к живому никак было не пробиться потому что ну вот ездить из всех коржек спьет и там и все но вот лезет и лезет я решил со студентами в это время у меня второй, кажется, курс я решил я молодые попросил просто попробуем что-нибудь ну они же совсем что-то теперь репетировали театрального опыта нету ну вот такие паровые эпизоды когда просили их попробовать через несколько минут просили показать они играют так как будто бы всю жизнь только играли в шесть все интонации те же самые что у наших артистов в театре а у наших артистов в театре те же самые интонации что уже, наверное, 200 лет звучат вот артист еще не родился уже знает как играть Шекспира у Саниславского замечательный есть рассказ когда он репетирует плоды просвещения ему нужен буфетный мальчик там в плодах просвещения есть крошечная роль и репетирует тревести то есть актриса и он чувствует что, ну, хрупкая путинка все равно что-то неправда и вдруг ему говорят вот тут у нашего буфетчика а там сзади буфетчик был жал буфет и актерский и зрительский московский художественный театр приехал мальчик из древни обучаться как раз на буфетного мальчика вот он где-то там месяц работает вот давайте буфетного мальчика все значит в костюме в котором он только чуть-чуть уточнить в котором он работает все дали ему текст он вышел и стал наигрывать буфетного мальчика тут и Саниславский совсем растерял все потому что на актрисе еще можно объяснить что он говорит а как объяснить буфетному мальчика что не надо наигрывать он и слова такого не знает даже не знает слова играть но сама обстановка сцена сразу как себя вести фальшиво то есть так как полагается на сцене вот можно другое дело эту фальши считать и это тоже можно считать нормой ее изысканно как-то интерпретировать ее изысканно артестировать и так далее и так далее это тоже не безинтересное занятие и в общем многие театры этим и занимаются но мне кажется что для меня просто это скучно потому что все таки очень ограничена возможность хотя бывает иногда очень изысканно и мастерски со всем тем о чем я говорю связаны страхи перед репетицией не только перед первой перед любой репетицией особо я не был хозяина в театре приходилось начинать репетицию точно вовремя в советском театре была очень жесткая такая муссоюзная дисциплина на самом деле два часа было может быть сейчас и в любых театрах когда у нас было свободное течение жизни начинать вовремя сейчас я иногда задерживаюсь и мне просто страшно выйти в свой кабинет и пойти надо перестроить одну жизнь на другую ходишь по кабинету так разогреваешься что страх один не нащипать живое не не попасть в живое не разбудить в живой театр если не бояться красивых слов для меня самое интересное в театре правда мгновение мы говорим хорошо играет по-другому играет но я часто думаю что если в роли полминуты действительно то что Станиславский называл я проживаю не заметил как это сыграло то это уже такое такое бесстыжение вообще мне кажется у нас исчезла такая иерархия понимания большой спектакль хороший спектакль очень хороший спектакль средний спектакль посредственный спектакль мне кажется всегда даже посредственный или скажем очень посредственный спектакль это уже такая победа потому что хороший спектакль это уже такое чудо большое спектакль иерархия иерархия называл себя литератором пока его другие не стали называть писать вот 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 есть есть такой есть литератор есть писатель нет все не все писатели есть стихотворец есть поэт и так далее и так далее и так далее поэтому страх один не 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 ходить живое не попасть в живое и я бы так сказал два еще главных страха это не найти вопроса потому что все что для меня театр театр это способ познания это не способ рассказать что-то что ты знаешь потому потому что это неинтересно скучно грубо говоря если я читаю въезду или книги и знаю ответы и на все могу ответить зачем мне это репетировать зачем мне это ради любое количество времени от самого маленького до самого большого чтобы сказать то что я знаю скучно это как доклад читать о чем здесь интерес только в том чтобы узнать попробовать понять то чего я не понимаю узнать то чего я не знаю я не знаю зачем как связана история Нити Алеши Ивана Федора Павловича Павел Федоровича не знаю про каждую историю отдельно про каждую историю написаны дома исследований а вот как это связано и почему Настоевский предусловие называют Алешу главным героем и с ним сядем Алеша хотя он почти молчит может и сливается может сам не понял что он хотел написать не знаю вот вопрос на который интересно ответить наверное более глубокий вопрос действительно как трех сестр но действительно неужели опять красиво но каждый из нас все равно об этом думал но неужели жизнь не имеет никакого смысла кроме того что она вот так посмеялся Господь если Господь или кто-то для человека создал что такое 60-70 лет жизни но вам кажется сейчас сколько очень много особенно все молодые но на самом деле мгновение вечности мы созданы на 70 лет и снова превратили ну как то что собственно чем занимаются сестры и сестры все все чеховские все чеховские герой работает с утра до ночи дядя Ваня работает всю жизнь серебряков всю жизнь читал лекции работают а только ушел на пенсию гибнет от невозможности ничего не делать соня работают с утра до вечера и и и и ольга и увидим счастливы что сегодня выходной день один выходной и еще дают урок и 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 что-то радость это может быть быть здесь артисты и и и то 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 вот мы сейчас играли усы в возбуждении гастроли по сути новая версия спектаклей все очень возбуждены, вроде все неплохо прошло, на следующий день просыпаешься, встаешь, в завтрак, и как-то без стакана, потому что, ну да, вроде не варили, вроде столько затратили сил, вроде как, ну то, что, успех, да, когда я ходил, не делал этого слова, а утром встаешь, от меня не перенаделись, ничего, не могу слышать, не стало, на газету читаешь, вся та же самая, ура, лучше еще раз сыграли Чехова, были тексты разбирались, вроде о написанном газете все так же, подумал бы, как у Чехова никогда не было, и глупо, и неграмотно, и так далее, ну и что, неужели же в этом, в этом, в этом, в этом смысле, неужели же и это зря, это вот все то, что, о чем размышляют, что испытывают чеховские герои, значит, это очень, очень близко, и вместе с ними попробовать все-таки, ответить на вопрос, наверное, невозможно, но попробовать в нем разобраться очень интересно, и поэтому главный страх, что не хватит вопросов, когда-то мы много лет назад начинали репетировать три сестры, ну так, полусамостоятельные ребята, что-то, я смотрел советов, и дошли до такой свободной, самостоятельной пробы, сквозной, то есть сыграли, что называется прогон, да, я понял, что нам нечем спрашивать, мы на все вопросы знаем ответы, потому что, ну, мы учили чехово, проходили чехово, мы знаем, кто такой шагонный, кто такой, все знаем, у меня нет вопросов, пришлось эту работу, ну вот, что тоже травмировалось в свое время, так, ну, все мягко-мягко, то есть в сторону от нее отказаться, вот это к вопросу о провале, провал ли это, это тоже вопрос, потому что мы вдруг поняли, что, во-первых, мы гораздо ниже чехово, а вообще, мне кажется, это очень важно, вот здесь два способа, два подхода, мне кажется, да, я выше автора, понимаю больше, чем автор, и я ниже автора, и понимаю меньше, чем автор, а хочу понять, как можно больше, вот мне по душе второй подход, потому что действия выше, ну, и я могу диспетировать с автором, я могу, как в этом случае, с ним в сторону, я могу быть рядом с автором, но все равно большой автор всегда, всегда лучше, так же, как артисты, как часто говорят, почему вы думаете, что в этом случае, герой, который выиграет, человек, который выиграет, глупее вас, ведь его написал Чехов, какой-нибудь Яша, да, ну, вроде все понятно, Яшка, 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 но он написал Чехов, значит, Чехов вложил туда часть самого себя, там есть часть Чехова, он пишет о том, что есть Львов, когда он писал, что он выдавливал себя по капельке, раба, да, из себя, значит, в нем было и лакейское начало, и рабское начало, вот это все рассказывает Яша, а вы сверху, не смотри, какой-то Яшка, дурак, лакей, все, ничего, тоже страдающий человек, который говорит, что приехав из Европы, что здесь гипс, ожидает, что невозможно жить, пустите меня обратно в Европу, но я думаю, что сегодня выбор, если я не могу вам, я не могу читать, кто не скажет, что это, ну, другой, пультом, патриотическое, да, что это сплошный Яшка, но на самом деле это миссия, которая очень, очень понятна, но почему-то, поскольку эту миссию высказывает Яша, она становится отрицательной, если бы я высказала Раневская, понимаю, на самом деле это не так, вот так же и с автором попробовать оказаться, ну, всегда будешь ниже, но максимально, максимально вырасти, вырасти снизу по отношению к Вене. И здесь, конечно, вот опять я возвращаюсь к тексту, потому что мне кажется, что сегодня действительно одна из проблем, потому что мы действительно разучились длинно рассуждаем, длинно мыслей, мы разучились, понимаем, длинные мысли. И это не только актерское, это не человеческое, мы близко, говорим город, быстро, тут же вырубается вот переведение, то-то, 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 мы сразу подчиняемся, мы отправляем смс, где волей-неволей сокращаем какие-то слова, потому что быстрее надо набрать, почти умирает пистолярный жанр, а пистолярный жанр не трождался в течение долгих-долгих лет формирования культуры, а до этого у нас с коллегой писали знаками, мы, по сути, в смс тоже пишем знаками, да, и так же, как и в компьютер, часто очень просто знаками, коротко, коротко, коротко поймут, смысл и так, смысл и так, смысл и так войны, да, пришли 500, все, что, дорогая жена потратился, нет денег, пришли 500, люблю тебя, цилую, твой, Моня, это уже сколько, сколько надо написать, просто пришли 500, он же понимает, что я ее люблю, и так далее, и так далее, и так далее, длинная мысль, и, конечно, это нас очень отделяет от большой, от большой культуры. Еще какие вопросы? Я так вот коротко буду отвечать на все. Здравствуйте, Лев Абрамович, меня зовут Данила, я из ГИТИСа, мастерская Андреева. Хороший институт ГИТИС. Вопрос следующий. В спектакле «Вишневый сад» на нем Козловский исполняет «Майвейн». И в одном из интервью он говорит, что пришел на репетицию и предложил вам эту песню, на что с удивлением заметил, что вы то же самое ему предлагаете, эту же самую песню. И у меня это первый вопрос, действительно ли это так было, я надеюсь, он не интимный, а второй, насколько часто может такое совпадение у вас с артистами, с вашей трубой получиться. Спасибо. Спасибо большое. А, вот уже российская вода. В телевидении очень не хотела перьем, потому что иностранное слово даже сорвали на тренинг. А теперь импортозамещение. Вы знаете, на этом построено уже много литературных проявлений. Любые воспоминания у каждого, немножко свои. Потому что, чем я читаю иногда, вот, Вольди за эту большую книгу, замечательную. Хотя для меня там много неожиданного о нашем театре, там часто воспоминания артистов, ну, нескольких артистов. Я, как раз считаю, с некоторым удивлением, потому что я-то помню все другое. Понимаете? А артист помнит, помнит со своей стороны. Ко мне, пару лет назад, подошла одна очень хорошая артриса, молодая, которая училась на артрисе в жизни. Я, по-моему, сейчас должна быть, Вами, извините. Я говорю, за что? Вы знаете, она у вас была всю жизнь жутко обижена. Я диросерден. Но вот на втором курсе вы разбирали какую-то тюд. И так вы меня ругали. И так вы меня кричали. И я потом плакал два часа. Я вот думаю, за что же он меня так обижал? Я говорю, ну, ничего. А вот тут у нас был ступен, который записывал почти все. Хотя я не очень мне это всегда рада, потому что надо говорить лишнее. Я говорю, что потом использую, чтобы обижался. Но, тем не менее, мы стали тут собрались и стали прослушивать. И вдруг я услышал это замечание. Вы не кричали? Вы ничего грубого не сказали? Вы ни разу не сказали, дура? Вы не сказали, что я плохо играю. Вы просто разбирали. А артист от ужаса слышит, что его ругают. Ему кажется, что на него кричат. И одна задача, кстати, моя как-то профессора, это приучить артистов к тому, что, если я говорю что-то, тебя не ругают. Я вообще говорю, я вас не ругаю, только спасибо Господь. Вы все замечательно делаете. Но просто вот, и когда я понимаю, вот артист вроде филы, я говорю, а он уже не дрожит, не пугается. Значит, возникла какая-то общая волна и общий... Поэтому тут у каждого своё. Как мне кажется, мне очень хотелось... Ну, как-то мне казалось, поскольку, ну, что сегодня там... В интервью сегодняшний бизнесмен не будет напевать. Ну, что он будет? Какие? Мистер Икса тоже не будет напевать. Ну, напевать. Вот, а мне кажется, по-английски пел. Первая мысль была, как я услышал, я видел все время хорошие мюзикки на Бродвее. И помню, трудно смотреть, плохие. А-а-а... И... Так, обидел. Так, слушайте. А? Ответ? Нет, нет. Там есть ария, которая как-то у меня подействует. Вот, сначала я просил это. Но как-то артисты очень возражали, потому что мы слишком поздно. А мне это нравилось. Стали сказать, что это еще. Я перевела подробно в Майвей. А я любил эту песню, все, но подробно, как бы сказать, перевода точного не знал. И только потому, что это абсолютно по тексту, абсолютно, я ни о чем не жалею, это абсолютно гимн, внутренний гимн, лопать. Поэтому, когда вошел в репетицию в Дане, он знал, что мы репетируем с другими, он знал, что мы ищем песни, поэтому, может, вполне, у него был уже Майвей. К тому же, Майвей вообще его любимая песня, как совпал. Вот некоторые именно на меня артисты тоже сердились. Вообще считали, что я по-такой Козловскому, и, значит, даю ему исполнить свою любимую песню. Вообще толкование всегда процессов так много, и они такие неожиданные, поэтому... Второй вопрос, насколько... Ну вот, мы выяснили, что это неизвестно, может быть. Но у вас часто бывает, что прям точечно попадаете. То есть, не пониманием как-то с артистом действий и так далее, а прям вот его предложение совпадает с вашим, и оно очень имеет... Знаете, бывает, не слишком часто, конечно, но бывает, и это очень хороший признак, это значит, мы идем вместе, и идем навстречу друг другу вместе. То есть, мы начинаем думать в одном направлении, да, и хотя бы думать об одном и том же, понимаете. Постепенно это рождается. Если это рождается, если это рождается, это действительно радостно. Причем, знаете, как бывает, иногда ты артисту объясняешь что-то очень долго, а на него сердце внутреннее, ну что, не может понять, ну что он не... Ну не может, потому что, во-первых, из устной информации, как считают психологи, максимум 20% усваивается. Так что, учтите, вы только Макс и Братсон, а артист, который еще напряжен и хочет понять, он еще меньше главы. А потом ему трудно понять то, что, ну как в нем самом не возникает, кто не находит выхлепа. Иногда вот так мучительно несколько лет, уже идет спектакль, а ты все объясняешь, что-то объясняешь, и не понимаешь, почему так злобно тебя не хотят понять. И, вдруг, артист приходит и говорит, Лев Иванович, я понял, вот я то-то, то-то, то-то. Верно, можно так? И я думаю, боже мой, я же тебе 7 лет. Но, ну, 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 не принималось. Вот, когда вдруг совпало, значит, что-то до этого развивалось верно. Но нужно быть очень терпеливым. Вообще, театр, ну, наверное, всякая попытка заниматься искусством. Но театр особенно, потому что, ну, когда ты пишешь, ты горишься. Сопротивление материала – это слово, да, бумага не сопротивляется. А вот в театре все сопротивление материала – ты сам, артист, репетиционная, которая всем надоела, потому что ты каждый день на нее всегда приходишь в эту комнату и говоришь, а море, море, море. А я вижу, что с детства, которое я видел вчера – это, что, где-то ее надо любить. Да я ее, вот, крыши, ради. Двадцать лет люблю на сцене, ура, так далее. Ну, ну, действительно, все… Если не двадцать, то ни разу не любил. Я вообще не люблю. Вот, артисты, как мне недавно рассказали, одна из проблем – артисты плохо приедут, повышаться в улице, царам. Ну, вот, объясните мне, это трудно. Они обижаются. Ну, вот такое простое, то же сопротивление материала. А надо, вроде, быть счастливым. Не делать, делать ведь можно, а вот действительно быть счастливым. Поэтому все время что-то сопротивляется. Сопротивляется сама повседневность театра, крутильность театра. Одинаково начинается репетиция, одинаково кончается. Если театр не дисциплинированный, одинаково мудро они начинаются. И одинаково раньше времени кончается. Если театр дисциплинированный, одинаково четко начинается, по-моему, все на сцене, мы готовы. Я говорю, так тоскливо. Не надо, ну, как-то начнется оно и начнется. Поэтому вот преодолеть все это очень непросто. Поэтому одна из задач, ну, наша. Мне кажется, что, ну, даже когда я работаю в чужих театрах, что гораздо труднее, то обновить способ подхода. И каждый раз хочется начать не так, как работать, не так, как предыдущий. Во-первых, это вот пресса, эта история требует. Во-вторых, тебе самому хочется. Поэтому, ну, еще и поэтому мы то начинаем репетировать в деревне, то едем куда-нибудь на Римск или на Свердцево. Это не только потому, что хочется узнать, и не только потому, что хочется обострить эмоциональную и нервную память, и не только потому, что хочется довести до какого-то сильного потрясения. Потому что я убежден, что цель театра, задача театра, свойства, основное свойство театра – это способность вызвать потрясение у того, кто напротив тебя. Если потрясение не вызвано, то кажется, что неинтересно. Но нельзя вызвать потрясение, не испытав потрясение. Когда артисты часто очень не понимают, западные, кстати, часто очень не понимают, тем более, что сегодня вот это относится в отличном пространстве, очень справедливое репуту, абсолютно справедливое общество, что нельзя у него восторгаться. Например, в Голландии сделать замечание артисту не относительно того, что он не туда пошел или не там стал, не имея право для лица, а относительно того, что он там не так что-то чувствует. Понимаете? Это, в общем, тормится уличное пространство, и в заднику уличную свободу. Серьезно так. Тут везде есть свои проблемы. Попросить его принести пример из личной жизни – это в том числе личное пространство. Постепенно и голодить привыкаешь, что так можно и так интересно. Но это надо преодолеть целый ряд предубеждений. Так вот, дать возможность испытать потрясение – это задача. Но еще вдруг, как бы сказать, сделать вообще любая постановка спектакля… Постановка спектакля – это такое слово. Разделение спектакля. Потому что есть спектакля поставлена, есть спектакля разделена. Нужен момент неожиданности. Ну как? Для любви нужно удивиться – увидеть. Но иногда мы удивляемся, не видев. Потому что первый раз – увидим. А иногда, в любом случае, мы живем рядом, дружим, общаемся. И вдруг какая-то произошла ситуация – я вдруг увидел – и теперь оказывается влюбиться. И так бывает. Ну, значит, как-то по-новому увидел. И тогда что-то новое. И тогда сказали, если мы в деревне, если мы в Норильске, если мы на Гаспийском обереге. И вдруг начинаем в комнате. И это тоже вдруг становится своего рода приключением. А почему не до побережья в комнате? Это что-то значит. Вообще, потому что, действительно, создание спектакля – это вообще замечательное приключение. Замечательная авантюра. Это, может быть, самое… На самом деле, мы говорим все умные слова. А вообще, это действие физиологическое желание авантюры. Это такой экстрим. Здесь, наверное, окажется, что какой-нибудь спуск супер у горы – это в детском. Не спустился – и спустился. А тут, где спускались – и спускались – и спускались – и не знаешь, куда спускались. Это все… Это все такие… Ну, как… Колумб, как капитан нужно делать. Ты что-то знаешь, куда плывешь. Это огромная команда. А на самом деле, не знаешь. Нельзя никому в этом… Почему одинокая профессия еще? Нельзя никому в этом признаться. Попробую признаться артистам. Я, честно говоря, не знаю. Я иногда пытаюсь это говорить. Ну, а ты же считаешь, что это хитрость все равно. Дерегатические… Открытие. А можно вопрос? Да. Вы постоянно возвращаетесь и… К Чехову. Почему? Что он для вас? Что он для вас? Может, этот вопрос оставить для вас? Сказать. Важно. Почему Чехов? Да. Очень хороший писатель. Я только слышу. Оно… Но от этого никуда не убьет. Я вообще думаю, что… в истории литературы, в театрах… Три театра существуют. В общем, провалов. Это античная трагедия, театр Шристира и театр Чехова, как я сказал. Где одно и где другое. На самом деле, масштаб человеческой трагедии, и «Познание мира» он очень близок. И, конечно, в античной трагедии, его рождают все и все равно похожи. Живы, смерть, бюрок, а потом… Как, как, вот… Через все. Чехов… Знаете, он не предупредительно русский автор, скажем так, понимать, русскую, российскую… В действительности никто из чего-то не способен. Ну, конечно, скажу, он потрясающий Казалевский, потому что… Он предсказал все. Причем, как-то даже, вот… Когда… Говорит… В Зимбах… Через 30-40 лет, правда, это все… И это всегда будет, чаще всего, звучит энтузиастически, а вообще-то это будет жестковато, потому что там через 30-40 лет в институтах все-таки будет работать, будут работать в церкви, в церкви, в которые в родительстве в зерях… И это будет… Хорошо. Моя сказка. Как будут? будет работать? Общество ситуации, когда работают все. Вроде… Просто вот… а ее можно почти сосчитать, и вдруг в 30-е годы попадает. Весь вочневый сад, особенно сейчас, все предвестие того, что борется с дворянством и новым капитализмом, а в результате не будет ни дворянства, ни нового капитализма. Это за 14 лет был архиабинской революции. И это весь войска вообще большой литературы, мне кажется. В ней борется чаще всего две силы. И обычно мы разбираемся, какая победительница. Мы говорим о Лопатин, выгнал «Разарьевский» из дома, знаете, что он был победителем. На самом деле, всегда побеждает какая-то третья сила, которой вроде бы не было вообще сюжета, не было истории. недавно там в Ганнвете все лежат на сцене, как бы кажется. Или вот только третья. Это реально фракенбрас, а на самом деле какая-то другая сила, гораздо более страшная и гораздо более равнодушная по всей тем вопросам, которые им учили тех, кто вот убивал бульбуру. И Чехов это достаточно точно выявляет. Во-вторых, Чехов так описывает русский лист, который по сути все равно, во всем при том, что бытовые условия изменились, по сути вот какой-то артологическом уровне своей не меняются. С другой стороны, он, на мой взгляд, самый европейский писатель, Никто как-то неровно, тем просто не ощущал значения личности, значения отдельно взятого человека. Его возможности, его масштаб, то, что он определяет жизнь, и всего этого никто так требовательно к человеку не относился. Никто, на взгляд, не относился так. Ну, опять же, фантастичный трагедий ровный, что так относился к человеку. И теперь не буду говорить, потому что стесняюсь. Он сам требовал это не только, потому что он знает, что человек может быть очень высок и очень милый. И поэтому, вот такое традиционное советское восприятие, как надо тоже в школе, вас, наверное, в этом не несут. Это вот добрый, вен, милый, всем сочувствует. Да, герои, наверное, немножко таки малатые искусственные, но тоже потому что сочувствует, искусственным надо сочувствовать. Ну, нет, они не противны, они очень-очень страшные личности, но они очень часто сами себе уродят, в своих поисках других уродят, и в этом смысле для меня все гораздо ближе к представительству, чем это принято почитать в литературе. И, наконец, последнее, все вопросы, которые он задает, они продолжают быть абсолютно живыми. И не один этот вопрос не будет недавно ответить. Не один, может быть, никогда не будет недавно, потому что, как говорят философии, крайний вопрос, крайний вопрос. И недавно он во всем мире и ставится, и ставится, и ставится, и ставится, потому что по-настоящему уже его никто не воспринимает, как русского писателя. Хотя я знаю, что русский писатель, где был русский писатель. И вообще, мне не представляю себя насколько благоговерей философской культуры в мире, так же, как каждый писатель Саниславский. Не один из режиссеров, наверное, актеров в России, так не будет, я надеюсь, писатель Саниславский, как любой европейский режиссер и актер. Какой был у него суперноватый. Вот так я перед русским писателем. Но все равно он для всех уже абсолютно свой. Вы, наверное, недавно спросили. Понимаете, американцы, уже американцы, чехов, абсолютно абсолютно чехов там, и играют. Я просто понимаю. Это про них, как и часто они поворачиваются. Мало того, что про них. Иногда кажется, что они даже больше нас понимают, потому что быть, который описывал Чехов, бытовой слой жизни, он там в Англии или в Америке не менялся. Ну, там прогресс возник. Но, в принципе, там не была Октябрьская революция, которая сняла все традиции. И там, в принципе, отношения человека с человеком, они примерно те же. поэтому все эти вещи воспринимается проще. Скажем, когда играли первый раз в Англии, мы услышали так много смеховых реакций, что артисты даже испугали. Просто они, замечая то, что мы перестали замечать. Я рассказывал, когда начинается до дивана, и спрашивали, сильно ли я постарел, няня? Сильно, говорит няня. И вдруг, хокот зрит манзаль. Когда русские не хохочут на это, и мы не понимаем, почему. Ну, спросил сильно, я постарел? Сильно. А когда так ни к ним не договорили, в английском обществе, они не говорят, ты так сильно постарел. И вдруг, начинается все с хокотом. В трехсестрах Чебутыкин рассказывает, он умолил женщину, поэту, очередной запой. Их труд такой-то был трагический монолог. И в России все знают, что трагический монолог. Даже кто-то мечтал, те, кто-то понимает, что мы, наверное, на то, что мы, народ, все замирали. И там, как только он ходит, все вроде замерли. И вдруг, помаление, кто-то не помалил, хохот. Тут тишина, опять все хранится. Раз, кохот, два. Я не могу понять, спрашиваю, почему они хохотят? Он говорит, ненавидят врачей. Потому что они дорого стоят. Врач признается, что он уморет, значит, он признается гад, что зря деньги есть. врачи. Вот это неожиданная ассоциация. Да. Я смотрю ночью не потому, что я тороплюсь, я просто боюсь вас передвигать. Мастерская Хель, забейтесь. Вопрос такой. Вот бывали в вашей практике такие случаи, когда премьера уже назначена в самые ближайшие сроки, билеты уже все проданы, все дирекция счастлива, что скоро банкет уже все купили, а вы сидите на репетиции и понимаете, ну вообще не надо. Никогда не покупают еще за банкет, за начало премьера. Тут менеджеры достаточно грамотные, да? И вот вы сидите в зале и понимаете, что все не то, и нужно реабилитировать спектакль и срочно справлять ситуацию. Я понимаю. Ставлюсь ли вы с этим, что вы... К сожалению, или к счастью, я бы сказал, не бывает. Другое дело, что с каждым годом так организован театр сегодня все все больше бюрократический нажим на театр поэти. И театр тоже зарабатывает. С одной стороны, это хорошо, потому что раньше больше зрителей ходит, меньше играл, не имел никакого значения, потому что билеты такие дешевые, их все равно забирало государство. Поэтому сегодня если пара за спектакль или билеты по дороге, то это все заработок артистов. Понимаете? Потому что опять все идет в расходе театра. Поэтому с одной стороны бюрократические обязательства, но в этом году мы обещали должны выпустить спектакль, а мы его не пускаем. Это довольно непросто. с другой стороны мы назначили продали билеты. Единственное, что я стараюсь, чтобы никогда не продавали билеты буквально до последнего дня. потому что считаю, за два дня мы скажем, висит же, что готовится к постановке и то-то и то-то, и если мы объявим, что она будет ну, раскупит билеты. но иногда бывает, что ну, вот скажем, я не хорошо понимал, но бывают ситуации, когда вот я хорошо понимал, что скажем, Гамлета выпускать с одной стороны предъявление. Он еще не созрел. Вот теперь я могу признаться. А с другой стороны я понимал, что если я его надолго отложу, то то, что созрело может стукнуть. знаете, вот уловить этот момент. Пусть развивается, пусть выйдет зрители, пусть артисты поверят в то, что это возможно, что это как бы воспринимаемо. А дальше можно будет развивать, развивать, развивать и что-то и чего-то добиваться. Это очень по-разному. Но вообще, будь моя воля, я вообще бы никогда не выпускался. Я бы абсолютно серьезно, потому что репетировать так интересно. То есть каждый репетитер все время что-то находит. А приходят зрители, он тебя как раздражает на первом спектакле. Я вот всю жизнь думаю, как бы репетировать премьеру. В общем, самый ужасный момент. Вдруг все надо вот на людях еще премьера приходит, я прошу прощения, но приходят все самые важные люди. люди, да, я так иногда языку не выглядываю, а в первых реакциях столько важных людей, которые обязательно должны вынести суждение, вынесут. Я бы на месте артиста видишь. на первом плане люди, все эти люди и жить, и за какие деньги. Поэтому мы с каждым годами работали над Весами, три года работали, и я думаю, мы никогда не выпустим спектакль, если бы у нас заранее не был подписан договор о броншвейском фестивале, который еще были трудные годы, и у нас финансировал создание спектакля. И вот такого же ноября мы должны были сыграть директор. Приехали в броншвей, мы открывали, расставали, нас там очень как-то бесклюбильно встретили, пили банкет, чувствовали, такие мрачные и такие злые. И директоры все говорят, что случилось? Что случилось? Кто завалил? Кто не приехал? Все отворачиваются. Я тоже не могу считать что спектакль я такой взрослый. Ну вот собирали как смогли. Но оказывается что могли. Но на это надо решиться. Это очень сильный такой опять если ты спектакль ну так зачал выносил если спектакль продукт если спектакль продукт производственного плана то огромное счастье я знаю реверсеров огромное счастье вовремя выпустить и в Европе сегодня этот верхний высший знак профессиональный уложился в секунду в секунду в день все позавчера прогон еще так-то этот прогон уже так-то сегодня утром прогон так-то вечером все прошло чисто так-то нужно выложить а особенно поскольку там система так называемого проектного театра которую мечтают у нас в России и даже самые агрессивные люди театра и все все время хотят чтобы не было русского театра российского театра был такой проект театр там максимум от 6 до 8 недель на репетиции и потом еще 2 3 8 4 8 иногда 12 недель путешествуют по миру по стране если он внутреннего значения и все и уходят но во-первых на такую короткую дистанцию особенно стараться не интересно и вот очень интересно многие западные режиссеры жалуются все время что так мало времени вот если бы больше и вот скажем у нас награды приглашаю если приглашаю я стараюсь западных крупных режиссеров пригласить чтобы тех кого мы не знаем те кто явно сделают как-то по-другому чему привыкли я говорю давай мы тебе дадим три месяца сейчас семь недель с одной стороны связано с тем что надо зарабатывать дальше надо следующие семь недель зарабатывать а с другой стороны ты привыкаешь уже к тому семи недель тебе восьмой ты часто не знаешь что делать все что накоплено высказано и организовано за семь недель а что восьмое умные разговоры все 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 склеено поэтому вот это знаете ведь я сейчас в своем театре трудно но я по памяти работают других я знаю что один один из самых сильных комплиментов артисту режиссеру это он знает чего он хочет то есть пришел сразу объяснил что как иди туда все объяснил знает чего хочет я помню что первое начинал первое не знаю чего это ужасно я действительно я знал чего я хотел но я не знал чего я хотел чтобы артисты этого не приметли то им тоже стало интересно это признание это такой целый процесс но я убежден что если в артисте есть серьезное дарование и он не совсем уже личностно светл вот у меня работа которую будет в сути конечно там по постепенно становится интерес Когда-то Катя Васильева была такая замечательная атлеса в Московском художественном театре, представленная атлеса, сейчас ушедшая атлеса совсем, после буквально первых трех-четырех репетиций господа главы, она сказала, мы были на тынь, потому что мы это выглядели сильностью. Но теперь ты меня вызваешь на прогоны, конечно, завтра и будет прогон. И потом еще полтора года она приходила на репетиции и не жаловалась. Ей стало интересно. Хотя она на первой репетиции все попробовала так, что в принципе можно играть. Вообще же можно играть и пускать зрителя на любой стадии репетиции. Это в этом же парадоксе. Так же, как книгу. Можно же не редактировать, сейчас почти не редактировать. В общем, как бы сказать, ну, там этот самый, убавили рассказ Люка Козин, пустовский рассказ. Пришел у него вот такой вот стоп, типа стоп, топа бумаги. Он решил, чтобы убавили, наконец, рассказ, роман написал. Нет, это оказывается 17-й, несколько-то, вариантов одного короткого рассказа на 7 странах. Но были идиоты. Они купили, 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 купили. Но если вы первый вариант напечатали, то тоже все будут довольны. Никто из читателей не знает, что может быть лучше. Поэтому вот можете проверить. Ставили читателей, будете ставить читателей. Выясните афишу, продайте билеты, позовите зрителя, выпустите артиста на свободу, то есть на сцену. Артисты с удовольствием выйдут, потому что и ваши желания, процессы, в принципе, они всегда готовы. Будут абсолютно нормально. Выпустите через месяц, через месяц все будут довольны. Ну, что-то там не связано, гениальная находка. Это вот ужас любого производственного, как сейчас говорят, продукта. Потому что никто не знает, как должно быть. Ну, кому-то не нравится. Но ему не нравится не потому, что не готовы, а потому, что не нравится. Так же, как, скажем честно, у нас меньше, хотя тоже, как говорят, на западе проводятся опросы в свое время, что зритель хотел бы увидеть, какую тему, какой спектакль. И я каждый раз изумляю, что бессмысленно не следовал, потому что зритель ничего не может хотеть увидеть, кроме того, что он уже видел. На то и художник, чтобы предъявить что-то, чего зритель никак не ожидал увидеть. Поэтому любой художник все время и нарушает какие-то табу, какие-то представления о том, что может делать искусство, что не может, как может быть в искусстве. Или если не нарушает никаких табу и не, как бы сказать, не дает никакого нового представления о том, что может такое-то или такое-то театр, что вообще может делать, что может литература, то значит это не искусство если мы знаем про то, как там сегодня ко многим предъявляют претензии но мы просто плохо знаем историю великий роман Флабера «Мадам Балари» вызвал судебное разбирательство которое нанесло Флаберскую, что мадам Балари проиграла потому что были нарушены все пределы нравственности разлагалось общественное мнение знаменитая сцена в карете, которая сегодня читается только после любви когда читалась как порно сцена, нарушающая все законы общественной нравственности понимаете, и так все время доктор Живаго преследовали по линии советской власти но с другой стороны, когда Пастернак начал читать друзьям доктора Живаго то ни одного не было восторженного рассказа Ахматова сказала, ручаясь, что большую часть двух пейзажей написала Ольга и я рассудую у вас уже много пейзажей замечательных, а все остальное, как и Косомзичи написано Набоков всю пейзаж сгибался над доктором Живаго писал в каком-то романе вел персонажа доктор Герд Вага и так далее, и так далее, и так далее то есть не только советский власть советский власть по своей причине но и другие художники воспринять другое искусство следующий шаг в искусство всегда очень непросто когда открывалась выставка у меня, может, не совсем к месту я читал куски из статей Кугеля о Московском художественном театре это один, в общем, и самый блестящий русский критик насколько я говорю театральный какую котлету он делает из Станиславского понимаете и прежде всего, что это компания мелких, унылых, нудных, неталантливых перерывальностей он поработает так, по таким рецептам а в конце жизни, в 1925 году он писал блистательную статью как же он всю жизнь терзал Мирхольда Мирхольд его ненавидит он ненавидит Мирхольда в 1925 году он пишет блистательную статью о Мирхольде лучшее из того, что я, например, о Мирхольде читал вот понадобилось столько всего, чтобы он вдруг понял Октябрьская революция понадобилась приход советской власти оказалось, что они очень многое предвещали он сердился на Чеховские спектакли, что они такие унылые и грустные, где же радость а пока он говорит, да, оказывается, спектакли отражали ту жизнь, в которой он не живет но так было бы и близко революции но надо даже до революции ничего не было революции он бы никогда не понял, что хороший московский период но вот так история поворачивается да к сожалению, не всегда у зрителей есть возможность посмотреть спектакли например, в каких-нибудь маленьких городах или не всегда у театра есть возможность на контроле в 8 маленьких профессиональных городах приехать как вы относитесь в этом случае к записи института или к прямым трансляциям? знаете, честно говоря, плохо отношусь потому что камера все-таки меняет восприятие еще может быть прямая трансляция которую сейчас реже используется, хотя начинает использоваться если она хорошо организована она еще может быть, так сказать ну, живую дрожь вот этого мгновения она еще как-то способна передать хотя с другой стороны она высвечивает все технологические изъяны потому что театр, ну, не рассчитан вот на такой взгляд вся прелесть театра мне кажется, что мы воспринимаем не записанный голос почему я так не люблю микрофоны а живой дрожащий трепет голос это, собственно, последнее искусство где мы можем слышать человеческий голос и видеть человеческие глаза на соразмерном человеку расстояние понимаете, вот я это думаю, даже президент наступает на ком с съезда вот он стоит, говорит а за его спиной огромный экран где, значит, он увеличен в виде и очень громко звучит усиленная трансляция и я думаю, вообще-то это неправильно потому что интересно глядеться в лицо и послушать, и послушать и послушать голос а если я не глядываюсь я могу даже закрыть глаза а все равно голос доходит, доходит, доходит доходит, доходит то есть это не только непосредственного контакта но еще вот сейчас вы говорите в микрофон и это, конечно, только для для записи потому что я же так слышу и я же сейчас не особенно усилен в общем слышать это а как только я в последнее время, в последние годы в микрофон постараюсь не общаться с артистом потому что я знаю, что они все называют это мотивально понимаете и через микрофон твой голос, он не живой, усиленный артист несчастный на сцене там что-то гремит послушай у него внутренние чувства он ничего не знает про внутренние чувства он слышал, что его на весь зал еще по трансляции ругали ну подзови, ну подойди ну просто скажи тихо человек способен слышать очень тихий голос мы отучаемся понимаете шепот мы отучаемся слышать и в жизни и в театре а шепот это же замечательное замечательное проявление человеческих чувств человеческой энергетики шепот он гораздо экспрессивнее чем любой клип говорят японцы чем более тебя сердится тебе тише говорят если не говорят совсем тихо значит следующий шаг будет тебя убрать понимаете интересно поэтому трансляции еще как-то что-то запись конечно же делает все искусственнее потому что она организуется несколько дублей и так далее и так далее соединяются разные дубли и уже конечно живая жизнь сильно отмирает я когда-то не давал снимать сегодня жалеем потому что ряд спектаклей оказался незаписанным но и как бы ничего не остается когда там перестали играть московский ход потому что клавида замечательная триста там для меня щепот и тут я вдруг увидел запись против которой я протестовал все время и вдруг мне приятно что я снова я понимаю что это не так как в театре но что-то какая-то часть все-таки поэтому я бы сказал вот запись все-таки хороша как документ прошлого вот конечно так жалко что какие-то не жалко все не может быть как играл там господа Кабанлева и Улюшка и Станиславская что не записаны в большинстве спектаклей и Станова как интересно посмотреть что-то я убежден что на 90% нам бы не понравилось потому что-то оказалось слишком театральным слишком своем древнем слишком загенерован и так далее и так далее и так далее технология всегда же существует и она диктует свое но все равно интересно и там было конечно тоже очень много открытий вообще были на самом деле на самом деле на самом деле за свое время они были удивительные новаторы посильнее чем сегодня даже я не знаю самые сильные фамилии обидеться но все то что они были абсолютным переворотом недаром можно сказать что они фактически родились сочинили станиславский компанию Снегеровича новое искусство искусство режиссуры сколько мы не говорим сегодня об авторе ну это наш театр такой внимательный но на самом деле все равно мы занимаемся искусством режиссуры Чехова можно прочитать тут мы пробовали там кое-что связанное с Достоевским и одна актриса говорит ну что ну что мы все то пробуем ассоциации какие то еще что то но надо просто начать репетировать и разбираться в том что написал Достоевский и играть я думаю ну что же написал Достоевский это все просто значки значки которые каждый читает по своему вот я говорю абсолютно как бы сказать вроде опровергая свои собственные на самом деле нет просто ну я убежден что видишь если режиссер честен то да есть если режиссер не очень честен не очень талант иногда он придумывает как ну ну как как интерпретировать да я знаю что там меня спрашивают а если вот как вы думаете если кардели будет жить слиром это сильная интерпретация да да ничего ну это не не из автора и не не из реальных человеческих соображений выбранной интерпретации так ты все равно делаешь то что ты способен прочитать и когда тебе говорят ты исказил ты это вот чаще всего не понимаешь потому что ты ты у него так написано а уже кто как способен это вычитать так вот Станиславский они действительно искусство режиссуры где артист значит столько же сколько автор где автор значит столько же сколько художник где художник значит столько же сколько пространства звука и так далее и так далее и все это все равно делает театр абсолютно новым искусством театр был искусством автора потом искусством автора и актера Таниславский и Дени Мирович изобрели и действительно изобрели продолжают актерское и еще какие-то искания продолжают и дооформляют трэго и так далее они действительно создали искусство трижесу то которое мы пытаемся заниматься и которое собираются заниматься и оно так многого требует и там когда-то в 60-х годах поставил абсолютно новаторского Гамлета да это было огромное событие они привезли сюда в 64-м году все было декорации не просто листы металла а все одеты были кожи это современную кожу почти современную такую открытие я читаю записи в мирович это спектакль он долго репетировал Гамлета все должны быть в школе и должен звучать голос металла потому что это страшное средневековье он не смог этого поставить прежде всего потому что артисты этого не понимают он даже когда три сестры и Иванский объясняет что Маша хочет что женская страсть Владимир Иванович он же жизнестеческого духа как же под ее страсть как же хочет то есть они его тормозили гораздо больше я недавно прочитал про одну его идею был поражен современностью кажется бедностный порог островский он думал поставить под шум все время на фоне шума современного города конка едет коляска пусть будет не слышно артист пусть не все будет слышно пусть будет часто но будет понятно что вот это все это все маленький человек на фоне всего этого я думаю еще вы себе поставь сегодня и это действительно открыто порадам что-то обвинять одни истории достаточно новаторских потому что все-таки артистов слышно а другие что слишком новаторских артистов не всегда слышно знаете вот попади точно в цепь это непросто опять вопрос табу и вопрос новой какой-то попытки искусства здесь в связи с том что только потом можно сказать искусство или не искусство кто-то другой кто-то другой скажет на самом деле а можно опять отсюда да только когда вы скажете что очень скучно или естественные потребности побеждают то мы можем прерваться или завершить не потому что я устану мне интересно и вопрос по и делаем да да первый вопрос как вы относитесь к выражению современных театр да да второй вопрос были ли у вас на последнее время какие-то театральные потрясения спектакли какие вы видите вопрос практического смысла фонируете ли вы набирать актерскую режиссерскую музыку вы знаете это даст сложный вопрос хотя на самом деле мне кажется очень простой простое слово вопрос вопрос в том где ударить современный театр вполне нормальный вообще думаю что театр не может быть не современным даже очень плохой театр даже мертвые даже мертвые все равно всего здесь поэтому все равно никакого отношения к реальному музею к реальному архиву не имеет сегодняшний современный плохой театр пострадок но сегодня ходит по стыд современный но оделся прикидывать маркизм прикидывать самархизм прикидывать сто лет назад маркизм прикидывали совсем по-другому Поэтому тоже современный. Или ударение на современный. Современный. Тогда я не очень понимаю. Потому что, знаете, как сказать? Современное искусство. На что же ударить? Современное искусство. Что не искусство? Если современное искусство, то это искусство, которое создано сегодня. А если говорить, что современное – это только какой-то маленький диапазон искусства, которое создаётся сегодня, то я уже не понимаю, почему. И тогда становится важнее, что оно современное, чем оно искусство. И то, что оно современное, уже начинает выступать, что оно далеко не всегда искусство. Поэтому вот есть масса современных картин, которые я очень люблю. Картинами люблю. Есть сильное потрясение. Но оно довольно давно, несколько лет назад, смотрел не «Малёшкин», а «Мнушкин». «Малёшкин». Вот это, пожалуй, за последние давние годы. Потрясение случается, действительно, разговариваются. Вот за последний год, действительно, потрясение. Потому что там всё соединено. Причём это спектакль. Тут, соответственно, все парадигмы современные. Всё сочинено с одними артистами вместе. То есть, пространство цирковое, мы сидим, они на ареях. Всё происходит на таких площадках-фурах, которые непрерывно катают сами артисты, поворачивают и так, и так, и сюда, и туда, и тогда. Работают некие несколько визуальных. Ну, вот, ну, вот, ну, 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 я не что ещё сегодня. Понимаете? А потрясает рельеф, и я в это всё втягиваю, это меня очень втягивает. Но постепенно я про всё это забываю, и я, вот я вспоминаю глаза артистов. Понимаете? Их крутят на фури, туда-сюда, как катят. А глаза иметь. Мало того, я такой, в общем, срединый театр. Один из последних в Европе таких, во-первых, театр с постоянной группой. Ну, она меняется там раз в 10 лет, когда уже совсем взрослеют артисты. Ну, и им трудно жить в таких условиях. Может, они же даже пытаются вместе. Но это такая ещё идея 60-х годов, театр коммуна. Так вот, те, которые катают фуры, это тоже артисты. Молодые артисты в театре. В другой сцене они иногда играют роль. Так вот, сильнее всего я помню глаза этих артистов, которые катают фуры, глядя за тех, как играют что-то. И его буквально, знаете, как музыку подавить туда, сюда. Я не могу оторваться от этих глаз. Я их идеально купил. Вот, пожалуйста, потрясение от современного искусства. Но сказать, что это... Сказать, вот, это современная искусство. Просто искусство. И все тут сегодня, скажем... Немножко я... Сегодня в мире вообще возникает очень сильный тренд, тенденция движения к фигуративному искусству. И в Америке, и в Лукомии, и в крупной выставке. И, во-вторых, фигуративной живописи. Да? Вдруг, оказывается, это снова интересно. Я довольно неплохо знаю то, что называется современном искусстве. А, 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 а. Сегалит, фракция и так далее. Ну, вот, несколько лет... Я пока не так могу попасть на нынешнюю биеннале, говорят, что она интересная. Биеннале не то, которая... Конец. ...которой мы участвуем, а в биеннале современном искусстве. Но я помню, несколько лет назад я был на том биеннале, предыдущей, а, может быть, даже предпредыдущей. И у меня повысилось давление того, действительно. А я вообще не готовил. Потому что я не увидел ничего нового. Но вот когда-то я, в 80-м году, первый раз приехал в Америку, и с изумлением попал в Музей современного искусства. И вот с тех пор ничего нового здесь я не видел. Только детьми. Только, на мой взгляд, мнение и таланты. И потом уже даже не вторично, а супер критично. Но почему я должен быть... Я бы просто расстроен. Потрясен, потому что так легко сминитировать. Точно так же, как легко сминитировать. Легко сминивать реалистический театр. Легко сминивать нереалистический театр. Точно так легко. Дайте задание... У нас на курсе такое упражнение было. Ну, как бы, позачивили всё. Свободное сочинение. Скажи, завтра всё реалистичное. Пес сразу сочинят все реалистическое, завтра чистая абстракция, идеально сочинят абстракцию. Семитируют, а теперь сойдут мы Стамиславский. Ну, будет скучновато, конечно, очень, потому что Стамиславский связывает, в принципе, со стуком. Когда я говорил у артистов иногда, особенно новый, ну, почему вы говорите на человеческом голосе? Это одна из проблем. Наверные люди часто, ну, первая проблема, говорят не своими голосами. Ну, вот не своими картинками, театральными голосами. И не свои слова. Ну, почему вы говорите на человеческом голосе? И сразу начинают тихо, медленно, шутать. Вот это человеческий, душевный. Стамиславский. Стамиславский. Как мне сказали, я начал играть в единицу. И там очень большой их зал. Играли братья и сестры. Я первый основной сталкиваю. Уберите мясо Стамиславского. Вы все заражаете мясо Стамиславского. Уж начинаются мы такие арестемические тяги. А, да, да, да. Все подойдут. Все подойдут. Стамиславского не надо. Знаете, понятно, как это. А то, что это, ну, если разбинул по-живому, ну, все равно будет по Стамиславскому. Знаете, я убежден, что когда артист хорошо играет, он играет по Стамиславскому. Даже если он это имя никогда не смысл. Потому что Стамиславский не сочинял, он пытался исследовать актерскую природу. Он некие объективные законы актерской природы, и жизни актерской природы обнаружил. Другое дело, что ему очень часто не удавалось это сформулировать. Потому что он пытался сформулировать наукообразно. Так казалось правильным. И поэтому часто получалось косноязычно, и слишком рационально, и так далее, и так далее. А мы это все повторяем. Не говоря о том, что мы же знаем Стамиславского в основном начального его пути развития, ну, где-то там до 12-го года. в город, вот так сказать, Болеславский, как бы, увез... В 12-м году ушел от Стамиславского, привез в Америку после эмиграции. И вот там до сих пор, в общем, Стариславский, Стринберг, да, и Страсберг, который взял все ради... Весь великий Голливуд, возьми студию Страсберга, который учился в Болеславском. Но это весь Болеславский 12-го года. А в 30-х годах, он вообще совсем другой, но он все меньше пишет. И поэтому можно узнать только, как бы, о тех, кто что-то... Ну, с ним будет, вот, Борисович рассказывал о его, там, последних каких-то... Все совсем... Одно из последних его предложений. Я открытый, как он читал. Буду начать репетировать пьесу, и не читая... Ну, и должны... Полно современно... Мы должны их жизни набрать, впечатлять, да? Сочинить, и прийти горе от нас. Правда, он, конечно, совершил это мощный опыт. Забывает, что он несколько раз стаил более, несколько раз играл разные роли более. То есть он узнал на языке. Но все равно, все время менялся. Я думаю, что самое интересное в этом самом счастном человеке, которого он все время менялся, это то, что все время он все время менялся. То есть, по сути, система смысловская, непрерывный поиск и открытый чего-то, 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 современного искусства. Ответ планируете набирать? Ну, вы знаете, сейчас уже довольно трудно планировать. «Хочу», я бы так сказал, «хочу», хотя все больше рабею. Вообще получилось, ну, как, почти случайно, знаете, жилищный вопрос всех испортил. В здании, как в Кинской музыке отравленного, в котором была наша аудитория, у меня аудитория очень важная, в которой должны были все сделать большую аудиторию, и мы начали реконструировать. Ну, а что такое современная Россия? Реконструкция и ремонт, вы немножко представляете. Разрушить, разрушили все, а ремонтировали первые, да. Ремонтирование кончилось, еще кто-то кончил, реактора сменились, и, в общем, некуда работать, честно говоря. То есть, ну, так, я могу дать покупку, но я из-за этой аудитории должен быть какого-то другого мастера, если я все это не правильно. Поэтому, ну, а наш театр маленький, к сожалению. Вот опять, видите, как бы сказать, как все связано, казалось бы, там, вот, ну, хочет им подавать, хочет им подавать, хочет им подавать. Нет, вот, нет квартиры. Все. Вот вопрос об обстоятельствах. Я тут вот рассказывал. У нас в марте должны быть большие гостиные в Китае. Там одна часть в одном, в одном крае, в другом крае, там, где мы будем. И вдруг, ну, все уже договорено, пошел готовый контракт, и они должны прислать пункты. И вдруг они говорят, извините, мы должны немножко задержаться, потом еще задержаться. Ну, казалось бы, что-то там передумали, денег нет. Ну, какие-то причины такие. Вдруг, оказывается, арестовали главу партийной организации всего этого огромного многомиллионного района. А глава этой партийной организации не больше, не меньше, чем передавал на то, чтобы стать следующим децентом или следующим предметом. То есть идет жуткая борьба коверная. Значит, они ждут плена МАЦК. на котором выяснится, кого, кто победит и кто станет главой этой партийной организации. Если человек прогрессивный, где там, кто-то, кто-то, мы знаем там, их поделают. Если нет, не поделают. И я вот, как быстро говорю артистам, у нас повисли гастроли в Китае. Ну, что такое гастроли в Китае? Мало бы на этом стоит. Будут играть триста, не будут играть триста. Оказывается, все зависит от Гленума ЦК Китайской комфартии. Видите, вот этот маленький круг обстоятельств и большой круг обстоятельств. И в одном случае, ну вот, мне некий, по-моему, человек, он мне уже становится интереснее, чем... В Китае, ну, как комфартии плевать. Я хотел до этого, наверное. Не, не интересно, но это... Наши биографии... И вот так интересно закапываться во всём. Да. У меня тоже три вопроса. Первый вопрос был такой. Самый значимый жизненный опыт... Самый значимый? Жизненный опыт, может быть, ситуация, которая влияла на вас, как на режиссёра? Да. Второй вопрос... Мы погружаемся. Мы должны задавать вопросы, поэтому, если вернуться в ранние годы, то какие бы задавать вопросы и кому, чтобы развиваться как режиссёр? Это два. Да. И третий вопрос. Сейчас уже стало нередкостью, когда на сцене актёр обнаживается не только душевно, но и телесно. И в связи с этим вопросом, считаете ли вы, что на сегодняшний день наша публика для расклада такого уровня, что она на это может спокойно реагировать, не отвлекаясь от самого спектакла, и уходя мыслями в обдумывание и обсуждение того вот этого одного момента, либо это используется как то, что вы говорили, как потрясение, потому что у вас тоже есть какие-то моменты, и вы их используете. Да. Мне кажется, даже я могу похвастаться, мне кажется, мы пяти первых используем ещё в Советском Союзе, как-то это со всеми людьми, мы сказали, все они вами, братья и сестры там. И, вы знаете, я так с конца, с последнего начинаю, просто непосредственно, и, вы знаете, мне кажется, это, ну, может быть, на секунду зрителя, как бы сказать, такой, ну, укол впечатленческий, а потом зритель быстро понимает, что они этим занимаются, во-первых, во-вторых, что за этим нет никакого специально шокирующего, кроме того, что это происходит в бане, ну, в бане те голые, ну, уж так, как-то принято, и, в-третьих, ему продолжает быть интересно то, что они обсуждают, то, чем они заняты, для них быстро перестает быть важным что-то другое. в «Звездах на утреннем небе», это там, ну, обнажение и женское, и мужское, тоже был Советский Союз, еще. Ну, на, опять же, какой-то, на секунду, у кого-то возникал укол, но, во-первых, это было абсолютно естественной частью действий, во-вторых, это было, так сказать, во-вторых, это было красиво, по-вторых, это тоже очень важно. Вообще, я убежден, что тело – это замечательный инструмент искусства, знаете, человеческое тело прекрасно, даже когда оно ужасно, потому что, ну, здесь человеческое тело опаривано, исторически, там, вся живость здесь великая построена на обнажении тела. Во-первых, значит, во-первых, ну, это должно быть органично, это не должно быть приемом, который, ну, как бы сказать, ранее приемом, это должно волновать. Вот, как сказать, ведь в чем сегодня часто проблема обнаженного тела? не волнует. Перестает быть неинтересным то, чем они занимаются вовремя, и не волнует. Ну, я не испытываю ни сексуального особого трепета, да, ни восхищения красотой, ни удивления от отвратительности. Я просто понимаю – раздеться. и что будет. Вот недавно я смотрел один спектакль в Европе, отменитый спектакль, отменитого режиссера, ну, там к этому проще относится, и, в общем, на это не отвлекаются. Ну, разделся и разделся. Это тоже другая крайность, потому что мы уже ничем не имеем. И там герой, значит, говорит о своей любви, и разделся. Большой монолог, там, в общем, о том, как он завоевывает любовь, и так далее, и так далее, как он обиден тем, что он уроды не любит. Он стоит лицом к нам, в голову. Ну, посмотрели, посмотрели. Во-первых, он говорит о любви, а они возбуждаются. Вот такой простой, простой он говорит. И вот я пересижу и думаю, возбудится он все-таки не возбудится. Если возбудится, что, мне будет неудобно или мне будет, наоборот, там, я поверю в его любовь. В этот момент, наверное, действительно, как начинают думать совсем о другом, и постепенно начинают думать, ну, когда ты оденешься? Я перенес, в конце концов. Я все это видел. И, в общем, знаем. И все видели, в общем-то, понимаете, кричать, что это оскорбление нравственности. Двое души, на самом деле. Но что это может быть противно? Ну, так же, как офсенная лексика на сцене. Есть моменты, когда она без нее не обойтись. Обычно это в небольших раз. А есть... И иногда бывает смешно. Скажем, там, вот... Играет жертву, да? Изображая жертву. А, изображая жертву. Монолог милиционера. Вот сколько я не читаю, я прохочу смертно смешно. И слушал на сцене. Смешно. Хотя, когда читал, было смешнее. А много других моментов, где это же выражение, неинтересно, можно сказать, неинтересно. И я начинаю понимать, что это прием. Поэтому, смотря, что... Хотя я знаю, что в жизни, скажем, вот я иду по улице, и сзади меня, по маленькому городу, сзади меня идет какая-то... Тут трое молодых людей. И я девушка и парень. И они разговаривали, значит, что-то неизвестными словами. Я сначала... Ну, трагиво неприятно. А потом я начинаю вслушиваться волшебно-болшебно. Я понимаю, что они обсуждают вопрос любви. Не сердце именно, а любви. Кто-то кого-то не любит, и он расстроен, а его уговаривают и расстраивают. Но они говорят этим языком. Другого, к сожалению, не знают. Я бы задумался, как в театре это сыграть. Потому что, если вот так буквально, то быстро потом еще научи артиста или заставь артиста так разнообразно, ведь как только... Артисту дается матерный текст, он ему играет, как матерный текст. Поверить, что матерным текстом можно объясниться в любви, артисту очень сложно. Это все равно, как... Я не знаю, как... Как их на немецком объяснить. Он все равно будет говорить по-немецки. Интеллигентный человек говорит по-немецки. Понимаете? А вот... Поэтому это будет все равно, ну, как имитация... Имитация матер. Она надоедает. Хотя, опять же, я храсту с тем, чем сегодня надо... Чего надо стыдиться. У нас, мне кажется, первых полустрофой-то и в Гадамусе были матерные слова. Но надо сказать, что чем дальше дольше живет спектакль, тем больше они уходили. Не потому что цензура требовала тогда, как ее уже не было, а даже дальше зритель возмущался. Не возмущался особенно. Кстати, был гораздо более свободен. Зрители ему еще тогда не объяснили, что он должен быть нравственным. Понимаете? И что он должен требовать непрерывной нравственности, не имеет права. Должен возмущаться. В этом случае. А потому что вдруг все меньше становилось нудно. Знаете, вот... Как бы сказать? Эта грубость, эта резкость, она удовлетворялась друг и другими словами. для пробы, для опыта, для того, чтобы понять, что это действительно, как бы сказать, в этой армейской среде это надо было. А потом, оказывается, можно и другими словами сказать. что касается жизненных... Это очень сложный вопрос. Я думаю, что все жизненные ситуации, вообще вся жизнь, это урок режиссуры. потому что рассказывать ты можешь только о себе. Вообще, театр, все по своему гуманистическому предназначению, исключительно индивидуалистическая профессия и дела. Я занимаюсь театром, а артистом не хочется иметь. Он физиологически хочется. Хороший профессиональный писатель. Каждое утро встают и начинают писать. Начал с романа о декабристах в Толстой. Я писал, 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 и наконец началось писаться то, что надо. Поэтому я, честно говоря, спектакль, это потому что мне интересно. Почему я еще не люблю Гребьев? Потому что приходит зритель и нарушает, ну, как бы сказать, мое личное пространство. Поэтому, чем больше, соответственно, конечно, чем становишься, мягко говоря, взрослее, я люблю другие, другое слово, тем, конечно, труднее, но, и так, может быть, ты становишься глупее в свой возраст. Может, ты становишься умнее. Тебе-то кажется, что умнее. На самом деле, может быть, глупее. Но что ты меняешься? Ты набираешь пункты. Если я что-то перечитываю того же Чехова, то я, в общем, что-то понимаю новое, потому что я испытал много новых жизней. А, скажем, с того Чехова первого личного сада 25 лет назад, то этой личного сада мы столько испытали. три революции, по сути. Три эпохи. Такой опыт был. В общем, это смешно говорить. Опыт жизни. Немножко смешно. Когда мне было 17 лет, еще не вспомнил, я хотел поступить, собирал поступить на режиссерский факультет. А считалось тогда, в советское время, что нужен опыт жизни. Ну и как минимум двухлетний рабочий стаж. Опыт жизни, но как минимум двухлетний рабочий стаж. И я, конечно, жутко на это жалился, потому что считал, что у меня более чем достаточный опыт жизни. Но мне посоветовал замечательный один режиссер. Мальчик, идите на актерский факультет. А дальше само там раскрыться. Я поступил на актерский. А потом действительно продолжил этот режиссер. Так вот, конечно, хоть жизнь. Просто в 17 лет у меня был свой опыт. И сегодня я о нем рассказать уже, по сути, не могу. Когда я там окончил институт, и несколько лет работал с авторствами, с Зиновьяковым Тарагоцким, замечательным, все равно с огромным автором, ощущаю себя абсолютно равноправным автором. Но все-таки я не мог поделиться своим собственным опытом. И поэтому я все время боялся, что... Не просто того, что я не ставлю сам спектакль, это тоже бывает, что я узнал. Такому научился. Но я никогда бы научился, собственно. Но я боялся, что впечатления изменятся, а я тебе не расскажу, почему сейчас первая книга или первый спектакль бывает очень сильным. Знаете, вот. Потому что человек делится опытом, наверное, 24 он стоит. Он делится опытом за 24 года жизни. Все. Как говорят, молодые спектакли, они чрезмерные, слишком много, там пять финалов слишком много. А следующий выпускать уже надо через полгода. А где выпускать? Он опять тот же эксплуатирует. Потом... И вот почему сегодняшняя вот система непрерывной работы меня очень смущает. Мне кажется, что она выжимает все соки человеческие. И здесь человек. Там... Этот ответ из меня просто слов... Слова Паушковского. Человек должен созерцать. Должен уметь созерцать. Вот когда созерцать? Буду находиться в этом. А... Поэтому... Там... Жизнь родителей, жизненные опыты, их взаимоотношения. И все, что происходило, хотя я был ребенком, Сталинское время дело врачей. У нас семья еврейская, поэтому очень все. Вера в Сталин. Смерть мамы... Слезы мамы, когда умер Сталин. И вопрос папы, чего ты плачешь? Сталин умер. Мне было... Сколько? Восемь лет, наверное. Ты сказал... Да. А... Девять. Что-то... Ну, вот он умер. Вот что, Сталин будет. И вдруг папа, который никогда не говорил грубых слов, сказал, что молча, пускал дура. И все. И все. Я на всю жизнь запомнил, что было так неожиданно. Оказывается... И потом обязательно, что он понимал. Потому что, оказывается, папа понимал. Уже гораздо больше мамы. И совсем. И вообще понимал. И может поэтому не было такое нечевидно. Вот... Вот, извините. Я тоже вот всю юность, был в 17-е лет, подробный коммунаторный квартир. Мне кажется, не считает, что это был советский коммунаторный квартир. Мне кажется, это было в 1860-х, 12-14-х. Это вот... Это социум целый. Что там только не было. Там жили, ложались, выпивлялись, дрались, обливали друг друга кипятком, рубили голову топором, снова собирались вместе за одним столом, выпивали. То есть, целый вот... Такой урок страсти. Я до сих пор часто очень к этому обращаюсь. Он бесценен, хотя ужасен. Понимаете, мы с другой стороны... Потом я много ездил в Россию. То есть, я не был в Советский Союз. Только поэтому так меня потянули к Абрамову. Мне казалось, что про это можно рассказать не так, как рассказывать. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Много... Много жизни за границей оказалось. Тоже какие-то возникают впечатления... Не про жизнь за границей. Скорее всего, а про то, что все ужасно похоже. При том, что все ужасно по-другому, все ужасно похоже. Вдруг понимаешь понятие общечеловеческие, вдруг понимаешь на... на правде. Все, что нам кажется ужасно, потому что это мы, на самом деле ужасно, потому что мы люди. Но, другое дело, мера ужасности, она, конечно, везде разная. Но человек уже все равно... Вот когда мы там играли в Идеамус, в Париже, в Гондоне, первый раз. Там еще была, наверное, разница. У нас в армии все то же самое. Поэтому не может быть там в армии все то же самое. А потом у него нет. Армия все равно... Прошу прощения. Все равно система унижения. Ну, как и другие. Ради лицо этих интересов, ради всего. Но все равно система подавления личности. И человеку в армии все равно, что где-то в Советском Союзе подавляют личность больше, чем у него в Англии. Его личность подавляют. Это самое страшное. Вот это для него трагедия. Поэтому действительно общечеловеческие проблемы есть. И они практически все проблемы общечеловеческие. Поэтому вот и сегодняшний наш разговор это тоже жизненная ситуация, которая повлияет на мою следующую репетицию. Мне очень интересно, о чем вы думаете. И во-вторых, целый ряд соображений, я боюсь сказать, мыслей, которые я высказываю, они у меня не заучены. Я инициирую самого себя. Они рождаются благодаря вопросам и благодаря тому, что как вы слушаете, что вы слушаете, почему... Для меня так важно разговор на репетиции. Не только мой, но и разговор артистов. Часто говорят артизнаки, я это чувствую, но не могу сказать. Я это понимаю, но сказать не могу. Это неправда. Как утверждают психологи, несформулированная мысль отсутствует. Если мысль есть, она может быть косноязычна, но она сформулирована. Я говорю, я боюсь, я боюсь, я боюсь, я боюсь. Ничего не боюсь. Артист должен, артист должен... И по мере формулирования одна мысль рождает другую мысль. И тогда вдруг понимаешь, что так же строится... У больших писателей только кажется, что он, начиная фразу, знал, чем она закончится. А он, если бы не начал, он бы к этому не пришел. И тогда ты совсем по-другому относишься к тексту. Потому что артист берет текст и говорит, а, это текст про то, что чем кончается не надо жить. Понятно. Это текст совсем по-другому. И это все тренируемое. Я все утвержден, что тренируемое мусора, что все тренируемое. Тренируемое речь, тренируемое голос, тренируемое пластик. Но тренируемые мозги и, прошу прощения, тренируемое чувство. Если я на репетиции все-таки испытал чувство, не заставил себя испытать, или понял, что трагедия, что я его не испытал, значит, я все-таки тренирую потребность чувства. Аплодисменты означают итог. Я буду, если есть, нет. Давайте два вопроса. Можно, можно. Одна из вашего любимого Витаса, и в том числе Малой офицер-Антербург. Ну, давайте приходим. Такой вопрос задать. Что, по-вашему, такое индивидуальность режиссера? И из каких соков, качеств, вырастает эта индивидуальность? Также, возможно ли это развивать? Такой ли это, как до стола русского студента режиссерского мультипа, какие-то, видимо, знают или трубы, что часто начинают копировать? Режиссеры, которых они смотрели, либо идут во все тяжкие, либо как импотировать. А как найти свою индивидуальность? Что-то в комментариях, может ли вы скажете какой-то пример из режиссерской истории, там, 20-х лет, режиссер, там, у вас первые? Ну, вот я индивидуальный. Вопрос. Я тоже вам взял вопрос на приказ, на него ответить. Спасибо. Спасибо. Пап, знаете, очень, опять, непростой вопрос. У меня есть ученики-режиссеры, есть много одаренных людей, которые работают профессионально и интересно. И я с интереса смотрю, что почти все, практически все, независимо от того, занимаются суперсовременным, опять говоря, или вроде бы как традиционным, опять использую такие мусорные слова, они все делают вроде не то, чему я учил. И я помню, вот, Георгий Александрович Тавстанова, там, скажем, смотрел ранее так и «Каркан Гейнтеса», и других своих учеников, и говорит, как он учил. Знаете, потому что, я, наверное, думаю, лучше актеров, чем режиссеров, потому что, конечно, я думаю, что режиссер выйти за рамки своей индивидуальности не может быть. Значит, а что значит индивидуальность? Ну, за рамки своей личности, за рамки широты этой своей личности, за рамки рациональности этой своей личности, или, наоборот, эмоциональности этой своей личности. Можно учить чувствование сколько угодно, на уроках говорить об эмоциях, и обязательно будут качать головой и говорить «да-да-да-да». А потом, что ты видишь, что человек рациональный. Интересно рациональный, по-своему. Но для меня те же эмоции, которые мы так много тренировали. У артиста их можно тренировать. У режиссера практически невозможно. Поэтому личность... Нет, оказывается. Вернее, это то, к чему я сегодня, сейчас пришел. Личность определяет все. Другое дело. Она развиваема. Ей прививаемо очень много дополнительных свойств. И человеческих, и профессиональных. Можно... Рациональный человек может узнать гораздо больше, чем он знает. Ему может казаться вполне достаточно то, что он знает. Вообще, возникает потребность новых знаний. Конечно, есть целый круг профессиональных вопросов, которые можно научить. Можно научиться. Скажем, когда я в свой курс ревиссерский вел, мы ввели целые новые курсы. Пространство, законы пространственной композиции. Законы литературной композиции. Законы музыкальной композиции. С большими театральными художниками занимаются. Не учились делать макет. Они занимались законами. Есть законы и композиции. Знаете, особенно большие художники, скажем, там, Агиланский чертин, меня часто спрашивают, «Тебе как нужно, чтобы человек был маленьким, чтобы человек был большим?» То есть, он знает, как построить пространство, чтобы человек был маленьким. И, знаете, полезно, чтобы я это знал. Или, во всяком случае, понимал, почему такое пространство, и потом это пространство, в этом пространстве, скажем, тот же Качапин, сейчас. Но они не видят моего пространства. Они не видят. Они делают безонцентр, не видят никакого отношения к моему пространству. Да зачем оно мое пространство? Потому что есть законы. Вот сейчас вышла книга «Композиция и цвет», как называется Эдуард Качергина. А вот мне кажется, что это абсолютная тема для революции. Это все законы пространской композиции, законы плоскостной композиции и законы цвета. Точно так же, как музыкальную грамму. Закон контракту. Когда-то Неверпольцы обещал написать учебник для режиссеров и говорит, что он будет очень маленький и состоит только из музыкальных терминов. Потому что для него театр – это музыка. И действительно театр – это музыка. Ряд там похожи на формах жизни, не формах жизни, но все равно это музыка в соотношении пространства, звуков. Даже если нет ни одной ноты музыкальной. Одно время мне очень понравилось. Так мне не хотелось. В личной, личной. Музыка возникает где-то внутри артистов, между артистами, в голосах. Но эта музыка, значит законы композиции, закон контракту, закон основной темы, сонатной темы, их надо знать, этому можно учить. Как это использовать потом индивидуальность или все, вот это всегда неожиданно. У человека изначально, ну я бы так сказал, сентиментально-романтическое взаимоотношение и вот его можно образовать. Он может узнать про всю жестокость жизни. Он все время говорит правду, правду, правду. Он выбирает вот такую пьесу, вот такую прозву, где правда, правда, правда. И все равно, я понимаю, будет немножко романтическое, сентиментальное действие. Но вот он так это... И поэтому, когда другой режиссер что-то ставит, я часто ошибаюсь, потому что я какую-то пьесу предлагаю, и всех уговариваю. Такая смешная история. Это же братик, да что, там так смешно что-то, и так нежно. О чем режиссер делает? Там сплошной урод. Никто не смеется. Он на меня оскорблены глазами. Но я не могу передать другому юмор, который я чувствую. Я не могу на него отследиться даже. Потому что он чувствует что-то другое. Значит, мне может это нравиться, может это не нравиться. Другое дело, мне кажется, что опять в силу жизненных впечатлений и в силу художественных впечатлений режиссер может и имеет право развиваться. И весь вопрос, насколько он, насколько он индивидуально способен развиваться, насколько он большая, серьезная личность. Тем более серьезная личность, тем больше она склонна развиваться, меняться, и так далее, и так далее, и так далее. И очень видно, когда личность останавливается. Много хороших сегодняшних режиссеров очень интересно развивались, развивались, необычные повороты возникали. И вдруг я вижу, там, ну, я редко, там, раз в три года, смотрю по цвета большого европейского предмастера. И говорю, что-то остановилось. Что-то остановилось. То ли не хватает новых жизненных впечатлений, то ли возникает все другие. Ну, с неким удовольствием. И успокоились. Есть одно свойство виртуальности, которое тоже очень трудно приобрести. Это тревога. Человек по природе свой склонит равновидящий, да? Мне хочется, как Марина, все-таки остановиться. А театр, попытка искусства – это все время уходить от равновидящего, все время отрицать самого себя. Поэтому, как только ты перестаешь отрицать себя, ты себе и собой доволен. Ну, и, в смысле, зазнался. Понятно? Не банально. А вот как-то, ну, вроде, я нашел все. И, оказывается, что индивидуальность вот способна только, не знаю, посмотреть развитие, там, Питера Брука, высочайшего профессионального английского театра, где он достиг высочайшего достижения для английского театра. с великим артистом, как он сказал, и потом ушел от этого театра, ушел из Англии, понимал, что в границах этой культуры он не сможет вырваться дальше, продавал свою студию, стал, как бы сказать, ну, говоря сегодняшним языком, супер-супер-современным, супер-супер-формалистым. Племе «Ик», где все действие происходило, они ползали по стене, труднее себе представить более, как бы сказать, современное, пластическое авторактность, потом акробатическое «Соблетнюю ночь», и, наконец, приходит к сегодняшней простоте, которая многое обезоруживает, и, кажется, что-то выдохся дружкой, потому что от Игоря великий древесет. Это уже давно было, я в Девушневый сад, я увидел дед, было потрясение на всю жизнь, несмотря на то, что свой, была такая монарция в духовной жизни, почти решенная, не знаю, еще чего-то, и дьявол потрясет. Потом он привез это в Москву. И я видел растерянность зрительного зала, в том числе и очень талантливых и крупных людей, театроведов, супер-супередов. Потому что, а где же некий режиссер? Вроде ничего такого, что-то какой-то трепет между людьми проходит и проходит. Я же сейчас вспомнил, что, как бы сказать, все ждут, часто ждут от режиссера не великого потрясения, а великого сотрясения. Ну, где же иначе? А сейчас вообще, как бы сказать, ну, смотри к его волшебным фильмам. Ну, ничего, просто из ничего, из воздуха бьется искусство. Продолжает это сделать. Стойте, ну, что, 90, да? Продолжает это сделать. Ну, все меньше, ну, потому что он слабый, там, ну, все меньше младше, что человек... И, оказывается, то, чтобы человек вибрировал, эта задача настолько сложная, что уже все остальное уже довольно много лет он мне сказал назад, ну, что я начинал вибрироваться с человеком? Ну, что я вибрироваться с человеком? То есть, ну, это смешно. Ну, действительно, столько пройдено, а у тебя просто одна задача, чтобы всегда все отношения были вибрированы. В отношении с другими, в отношении со своим, в отношении со мной. Но это гений. А... Кто знает, заранее гений или... или... как во время молодогоца, которые пьющие, которые сначала тоже... тоже пьют. Я все-таки думал мне, что сначала что-то сначала, а потом пьют. начинайте... начинайте... да... да... вот так вот...